Во второе воскресенье августа наша страна отмечает День строителя. Один из главных праздников, посвященный людям, чей труд невозможно переоценить. Наш район благодаря строителям постоянно меняет свой облик. Появляются новые жилые здания, объекты культуры, спорта, здравоохранения. О том, что построено в последний год и о ближайших перспективах, смотрите в начале нашего выпуска. Профессия строитель – одна из благороднейших и почитаемых. Строитель, он же созидатель. Созданная людьми этой профессии служит человеку долгие годы, давая кровь и благо, восхищаясь своей красотой и величием. Для повышения качества жизни жителей района труд строителя имеет первостепенное значение. С июля 2013 по июль 2014 года введено в эксплуатацию более 512 тысяч квадратных метров жилья. До 2016 года планируется к вводу несколько микрорайонов, в числе которых Южное Видное и дома в микрорайоне Зеленой аллеи в городском поселении Видное. Стремительными темпами развивается сельское поселение Булатниковское. За последний год в новых микрорайонах Бутово-парк и Суханово-парк введено в строй 24 жилых дома общей площадью 290 тысяч квадратных метров. В поселении реализуется программа развития застроенных территорий. В поселке Суханово сносятся два ветхих дома, жители которого 22 семьи поселятся в построенных малоэтажных жилых домах. В жилом микрорайоне Суханово-парк проектом предусматривается строительство таунхаусов – многоквартирных жилых домов. Комплекс возводится в едином архитектурном стиле по новейшим технологиям строительства. Здесь уже введены в эксплуатацию пять жилых домов общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. К концу 2018 года в поселении Володарское общее количество многоквартирных домов вырастет до 46. Суммарная площадь жилых помещений в них составит почти 280 тысяч квадратных метров. Важным результатом жилищной политики станет переселение более 200 семей из домов, имеющих высокий физический и моральный износ, в новые современные дома. В поселке Мещерина городского поселения Горки-Ленинский продолжается строительство жилого микрорайона Южной Горки. Вскоре здесь появятся 53 коттеджа, 65 таунхаусов. В текущем году введено в строй 14 домов. Одновременно со строительством жилья обеспечивается строительство образовательных учреждений, в первую очередь детских садов и школ. Так, за неполный год в районе появилось несколько новых дошкольных учреждений. Начальная школа детский сад «Созвездие» в Видном. В микрорайоне «Бутово парк» школа-сад на 275 учащихся и 95 детей соответственно. А также детский сад «Колокольчик» на 130 мест, построенных группой компании «Мортон». В апреле 2014 года в микрорайоне «Завидное» была заложена капсула в строительство школы на 1000 учащихся. Школу планируется открыть к 1 сентября 2015 года. А к 1 сентября нынешнего года в 6 микрорайоне «Городовидное» откроет свои двери детский сад на 140 мест и на 225 мест в деревне Дрожжино, что в поселении Булатниковском. А в скором будущем и в деревне Бутово откроется детский сад на 140 мест. Строится школа в деревне Дрожжино на 825 учащихся. В поселении Володарское в ближайшие годы построят два новых детских сада и расширят существующий детский сад с нынешних 95 до 175 мест. Также планируется строительство новой школы на 600 мест. В текущем году планируется начать строительство здания детской школы искусств в поселке Развилка. А в Видном уже капитально отремонтированы три детских сада, а также видновские школы 5 и 7. Проводятся работы по реконструкции с модернизацией художественно-технического лицея школ номер 1, 2, 4, 6. В сентябре прошлого года в Видном открылся многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Реконструкция здания бывшей детской школы искусств, в которой разместился центр, была проведена строителями в рекордно короткие сроки – всего за три месяца. При участии строители получают дальнейшее развитие системы здравоохранения Ленинского района. В нынешнем году будет сдана в эксплуатацию трехэтажная поликлиника для взрослых и детей на 200 посещений в смену в деревне Дрожжино. В ближайшей перспективе в поселении появится новый больничный городок на территории площадью 3 гектара. В рамках муниципальной программы планируется реконструкция стадиона «Металлург» в Видном. На стадионе построят трибуны на 1050 мест из легких металлических конструкций с навесом. Административно-бытовой комплекс и другие помещения. Строители вносят свой вклад в обустройство зон отдыха, сохранение существующих и создание новых памятных мест. В сентябре прошлого года в Видном завершилась первая очередь строительства Тимоховского парка, созданного на месте необустроенного оврага. Обустройство парка ведется за счет инвесторов. В конце проспекта Ленинского комсомола в Видном на месте бывшей часовни на благотворительные средства возводится храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Рядом с храмом появится двухэтажный жилой дом со служебными квартирами для многодетных священников и четырьмя классами воскресной школы. Примечательно, что строители, работающие в Ленинском районе, заботятся о том, чтобы взамен пострадавших при возведении объектов зеленых насаждений были высажены новые. Так, в нынешнем году компания «Мортон» при поддержке руководства района городского поселения «Видное» и сельского поселения «Булатниковское» высадила более 150 саженцев. Ежегодно Ленинский район принимает активное участие в строительной неделе Московской области в Крокус-Экспо. Нынешняя 16-я отраслевая выставка дала возможность нашим строителям продемонстрировать новые достижения, рассказать о планах и перспективах. Динамичное развитие Ленинского района обеспечивается профессионализмом его строителей. Созидая своими крепкими руками, возводя новые, реконструируя старые объекты, строители оставляют плоды своего большого труда будущим поколениям, а значит, вписывают новые страницы в историю района.